За неделю до 8 марта в прокат выходит очень много фильмов, где главные роли отведены женщинам. Три таких мы посмотрим сегодня. Я отправлюсь на счастливого нового дня смерти. Олег посмотрит хоррор под названием Кадавр. А Роме досталась комедия Любовница. Роман посмотрел фильм Любовница. Роман, впечатление. Сюжет фильма достаточно банальный. Собирается компания из трех девушек. Как обычно это бывает блондинка, брюнетка и кудрявая. Каждое было по мужику в начале фильма и оказалось, что они все женаты. И, собственно, изменяются этими молодыми девушками своим женам. Девушки в один момент об этом узнают и решают напиться в одном и том же баре. В пьяном угаре девчонки решают отомстить своим мужикам. Можно я прерву тебя на секунду? Когда люди так делают, я не понимаю, что это значит. И потом понимают, что они не единственные такие в мире и в Москве, где происходит действие, собственно, девушек очень много. И они решают помочь всем остальным девушкам. Ты неправильно показываешь. Ну, как бы, отомстить неверным мужикам. Я обожаю, типа, фильмы Марвел и Мстителей в целом. И их тут сравнивали с командой супергероинь, которые решают очень, блин, важную проблему. Их называли Мстительницами. Какие у них суперсилы-то в итоге? Суперсилы оказались в том, что ближе к концу фильма одна, как раз, брюнетка, ну, одна из главных героинь говорит, что, типа, блин, мы все наивные дуры, которые сами во всем виноваты. Стоянов, как обычно, он был очень старый, как, собственно, он и есть. Вот. И в одной сцене, где он пытался раздеть девушку, он запыхался так сильно, что его можно было бы взять на роль озвучки Дарта Вейдера. Надо было, Ниночки, другую отмазку сказать. Непонятно было, Стоянов ли еще Стоянов или нет. Перед нами стоит Олег. Олег наш оператор, он не работает в кадре, и он посмотрел фильм, который называется «Кадавр». Так, пока Олег думает на своем впечатлении, я кое-что вспомнил. В фильме, который я посмотрел, было очень много сцен в караоке, где, типа, три девчонки упарвались алкоголем и потом, типа, веселились. Они называли это «Веселиться в караоке». Вот. Какие песни были, расскажи. Песни были Стаса Михайлова, что-то типа, ну, не Олегрова, короче, «Березвон сердец» и вот такая херня. Вот. Но самое главное, я вспомнил, кому можно посоветовать, собственно, любительницам веселиться в караоке, сходить на этот фильм. Я посмотрел фильм «Кадавр». «Кадавр». Что такое «Кадавр»? Да, я тоже не понял. Да, я загуглил. «Кадавр» – это вышедшее из частого употребления профессиональное определение слова «труп». «Труп»? О, прикольно. Юная девушка устроилась работать в морг, и там в первое или во второе ее дежурство сразу же попадает «труп». «Кадавр». Попадает «кадавр» после неудачного экзорцизма, совершенного три месяца назад. И в итоге вообще труп оживает. То есть он все эти три месяца убивал, чтобы восстановиться. И, ну, как бы заварушка вот в морге. То есть достаточно камерное такое, да, кино? Да, да. И фильм тревожный. Фильм вообще без хэппи-энда, да? Почему? А хэппи-энд в том, что главная героиня жива, и она уничтожила беса. «Кадавр» – «Кадавр» – «Кадавр» – «Кадавр»? Счастливого нового дня смерти. Группа гиков, подростков, ботанов изобретает квантумный реактор и почему-то называет его «Сися». Это запускает цепочку событий, благодаря которой главная героиня первого фильма вновь переживает один и тот же день, где ее пытается убить маньяк с маской младенца. «Будто я уже прожил этот день». «Дежавю?» «Да». «День начался заново, когда ты умер?» «Мать, вылитый я». Вещь, которую я не понял. Главная героиня в один момент устает от того, что ее убивает, этот маньяк с лицом ребенка, и решает убивать себя сама. Чего? Знаете, это комедийный триллер, то есть ждать какого-то напряжения, серьезного саспенса по протяжении всего фильма, наверное, не стоит, но фильм свою задачу выполняет. Он развлекает.